Всем большущий привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет видео о моих последних покупках из магазина Second Hand. И начну я с вот такой вот потрясающей шкуры. Я думаю, у многих инстаграм-любителей вы могли такую деталь интерьера наблюдать, потому что, насколько я смотрю популярных блогеров, практически у каждого есть вот такая вот шкура. То есть, чаще всего она встречается в белом цвете. Но, в отличие от других представителей этой сферы, я могу сказать, что у меня это натуральный мех. Это овчина, здесь все бирки, все-все-все имеется, представлено. И обошлась мне такая штука в 137 гривен, то есть, я считаю, это вообще копейки. Я не сразу поняла, что это натуральное, только потом, когда хорошенько мы прощупали вот эту вот часть, вот этот мех, это становится понятно, какая разница между искусственным и натуральным мехом. Мы очень довольны этой покупкой. Идеально мне вписалась в интерьер. Я просто не могу поверить, что вот такую вещь в таком идеальном состоянии можно было сдать в секонд-фе. Следующая покупка, это такие вот кеды саба от бренда популярного сейчас Фила. Очень классные. Во-первых, очень удобные. Я вот только что, перед тем, как снимать это видео, собирала вещи, которые я хочу вам показать. Я их обула и по квартире бегаю, бегаю. Потом думаю, где моя Фила, где Фила? А они на ноге, то есть, они даже не чувствуются. Изначально они стоили 200 гривен. И когда они стоили 200 гривен, я их тоже мерила. Но как-то попробовала что-то не то. Либо у меня ноги в тот момент опухли, либо что. Но они на меня были великоваты. Сейчас я ходила, когда они стоили 50 гривен. Да идеально, вообще ничего не великоваты. Так что, они дождались меня практически месяц, просто стояли в магазине. Мне безумно они впечатляют. Знаете, такой вот для любителей кроссовок, это отличный летний вариант. Следующая покупка была сделана буквально вот несколько часов назад. Это сумка соломенная, у которой бамбуковые натуральные ручки. Она без единого дефектика. Здесь даже, видите, такая вот натуральная часть на змейке. Внутри тоже прекрасное состояние. Тут один отдел и один кармашек. И сумка обошлась 30 гривен. И мы не можем с мамой теперь поделить, кому она достанется, мне или ей. Ну, наверное, я отдам ее маме, потому что у меня есть и деревянная фигремон сумка, и огромная плетеная, и еще одна. Ну, пока мама сейчас здесь, я поношу ее, конечно же. Но потом поедет сумка Харьков пока. Ребят, сразу хочу извиниться за внешний вид вот этой вот рубашки. Она мятая, потому что я ее только-только купила. Я ее еще даже не стирала. Это рубашка от Zara, которая идет сверху классическая, а снизу вот такие вот крутые-прикрутые балланы. Обошлась она в 130 гривен. Она идет, можно, в принципе, ее как платье носить, но она и просвечивается. То есть, ну, либо какая-то комбинация должна одеваться. Ну, в принципе, я сейчас ее планирую носить джинсами, сливаясь такими, знаете, голубыми. Ну, тем более, сейчас у нас какой-то цикл пришло холодов. Я думаю, будет отлично смотреться. Я ее не сразу поняла, честно. Мама ее дает показывать. Мама пришла раньше на завоз, я опаздывала. Я ее смотрела, смотрела. Ну, если честно, мне было жалко 130 гривен. Но когда я ее примерила, я поняла, что, боже, да, она стоит два раза больше денег. Она очень удобная. И просто такая стильная. Ой, если найдете такую вещицу, покупайте обязательно. Ребят, сразу хочу извиниться за внешний вид вот этой вот рубашки. Она мятая, потому что я ее только-только купила. Я ее еще даже не стирала. Это рубашка от Zara, которая идет сверху классическая. А снизу вот такие вот крутые-прикрутые баланы. Обошлась она в 130 гривен. Она идет, можно, в принципе, ее как платье носить, но она и просвечивается. То есть, ну, либо какая-то комбинация должна одеваться. Ну, в принципе, я сейчас ее планирую носить джинсами, сливаясь такими, знаете, голубыми. Ну, тем более, честно, с какой-то циклом пришел холодов. Я думаю, будет отлично смотреться. Я ее не сразу поняла, честно. Мама ее дает показывать. Мама пришла раньше на завоз, я опаздывала. Я ее смотрела, смотрела. Ну, если честно, мне было жалко 130 гривен. Но когда я ее примерила, я поняла, что, боже, да, она стоит два раза больше денег. Она очень удобная и просто такая стильная. Ой, если найдете такую вещицу, покупайте обязательно. И сейчас три вещи, которые я вам покажу. Это не совсем second hand. Это вещи, которые куплены в стоковых магазинах, да. Первое – это платье из Adidas Discount. Вот, то есть, этикетка на нем все есть. Оно новое. Ну, дисконт, да, то есть, это коллекция прошлого сезона. Это платье стоило 790 гривен. Это была окончательная цена. А так, изначально 1590. Размер отойдет 44. И когда покупала мама мне это платье, там была акция «Две вещи берешь, третья в подарок». То есть, она обошлась еще дешевле. Вот такой, как в рубчик. Я говорю, «Мама, где-то есть?» Я говорю, «Опознавательный знак, что это Adidas». И да, вот внизу мы нашли бы такая вот бирка. Очень красиво смотрится. У меня есть босоножки от Nike, такие спортивные, тоже черно-белые. Я буду вместе носить. Видите, я вообще обожаю спортивные платья. А это такой выкройка интересная вверху, с такой цветовым решением, вроде бы классическим, но нестандартно расположенными блоками. Смотрится потрясно. Второй вещью, которые были куплены по этой же акции в Adidas, являются вот такие вот лосины. By Stella McCartney, вот здесь Adidas. Очень удобные. Но вот серьезно, если я поправлюсь, конечно, они на меня будут маловаты, потому что это даже не восьмерка, это 4-6 размер. Очень красивые. Мне нравится цвет, я их уже носила одно время. Уже, наверное, раза три их одела. Люблю Adidas, очень обожаю, насколько они производят качественную продукцию, стильную. Третья вещь тоже куплена не в Second Hand, а у нас есть магазин, называется Outlet City. И там собираются коллекции прошлых сезонов разных магазинов. Конкретно вот эта вот H&M, я просто уже отрезала бирку, она меня кусала. Вот такие вот крутые спортивные штаны, которые на боковых швах и лампации, плюс они расстегиваются. Немножко на меня великоваты, поэтому сейчас я примерку их делать не буду. Я вам покажу потом, подписывайтесь в Инстаграме. Я один раз их уже одевала, но вот велик, немножко они длинноваты. Буду, скорее всего, вот здесь утягивать ремешок, какую-то буду вставлять сюда завязку, чтобы они были подтянуты. Они стоят 1100 гривен, но мы взяли за 500, по-моему, или 490. Я просто выкинула все бирки. Ну, очень классные, честно. Мне вот эта вот часть на брюках, я увидела все, я сознание не потеряла. Сейчас многие украинские блогеры продвигают бренд Папайя. В Альбове даже открылся магазин стационарный, и даже Саша Чистова делала свою коррекцию капсульную вместе с этим брендом. Я в этом мейнстриме не участвую, я просто нашла в секонд-хенде такую шикарную блузу от Папайя. У нее потрясающе красивые рукава, слегка раскрешенные. Очень красивая вот эта вот треугольная часть, а-ля чокерная, горошек. Ну, просто вот все три тренда в одной вещи. Сколько стоила мне вот эта вот блуза, я не скажу, потому что покупалось очень много вещей. Вещей и мне, и маме, и на продажу, которую я хочу поставить, поэтому я даже могу предположить, что до 50 гривен. А там, честно говоря, не буду врать вам. Очень классная вот, я в нее влюблена. Я снимала в ней видео, было в ночь много комплиментов, спасибо большое девочке. Я думаю, что буду по улице ходить тоже собрать комплименты в этой блузе. Моей любовь к единорогам, мама привезла мне вот такую вот футболку с единорогом. Здесь она идет не просто нарисованные детали, здесь есть и вышитые, здесь есть вот такие вот рюши на рукавах. Она милая, симпатичная, мы не можем понять, на спальне идет, тут как бы никаких знаков опознавательных или такая. Я, в принципе, знаете, могу по улице такое ходить, ничего это не вижу, люблю серые футболки. Это вот тем более такую няшеную, принтяшную, не могу пропустить излить. Следующая вещь, это такой спортивный топ от бренда Puma. Он идет многослойный, сзади очень красивая спинка, видите, тут идет по краю, как такая вот лента в горошек. Точно такая же лента, представленная на бретельках сзади. По низу сетка, здесь топ на груди, представлена специальная полоса, чтобы грудь не просвечивалась. На меня он велик, тут размер L. Я его толкаю моей маме, говорю, оставляй себе, ты, море, ты ходишь на тренировки, мы сейчас будем на море бегать заниматься, то есть он пригодится. Очень красивый пудровый цвет. Ну, вообще, шикарная вещь тоже, сколько стоил, не могу сказать, потому что все было с той партией, что и рубашка в горошек. Вот этот вот топ я долго не могла понять, я его крутила, вертела. У меня просто сметила цена, он стоил 40 гривен и на него была еще скидка 80%. Потом я поняла, что это одевается на одну руку, здесь остается ремешок, вот так вот по рукаву идти, и вот сюда одевается еще вот такая вот как перчатка, да, митинга. Я не знаю, где еще такая вот как девушка, если присмотреться, сдалека кажется, что это Мадонна. А если присмотреться не Мадонна, а Мальлин Монро, как полуразрез лица, да, полуовал, здесь еще всякие космические штуки. И, честно говоря, я спорно отнеслась к этой вещи, но потом я представила пару луков, тем более у нас будет скоро фестиваль, в августе скоро. Надеюсь, не скоро, потому что после это тянется долго. В августе будет фестиваль музыкальный, приезжают разные группы, то есть мы будем каждый день ходить, тусоваться, танцевать, вечеринки. Я думаю, что на одну из них я одену вот эту вот вещь, то есть не для повседневной жизни, конечно, но для какого-то такого экшен-вероприятия очень круто. Следующая покупка это спальные штаны от Calvin Klein. Мы, ну как спальные, мама моя не готова принимать, что не спальня, она будет их носить по улице, потому что, в принципе, брюки в полоску такого кроя сейчас очень популярны и безумно крутая ткань. Единственное, что нужно здесь вот обработать ту часть, там где пуговички, зашить ее и чтобы какие-то футболки одевать, чтобы она не выглядывала. Ну а так вообще, сколько мы ходим по секундам, Calvin Klein нам впервые попался. Еще одна необычная вещь, это кожзам лосины с кружевами, вот такими вот как чулки, сделанными по ногам. Я, если честно, не знаю, куда я такую вещь буду носить, мама мне ее купила. Сбоку здесь еще такая лампасная тесьма идет. Что-то в них есть, но что не могу понять. Может быть, я затем в предыдущем видео я показывала вам топ с кружевом кожзам. Может быть, я вместе буду носить эти две вещи. Мама говорит, брала на вес, что-то обошли сесущие копейки. Покажу вам мамы на покупке. Это 100% шел. Комбинезон черный, как я называю, гастарбайтерский комбинезон с подплечиками. Размер идет 14 фирмы, не скажу, потому что тут все обрезано. Ну, к телу безумно приятно. Смотрится идеально нарядно. Знаете, какой-то платок я бы на волосы намотала. Такой вот яркого цвета, контрастного губы, как у меня сделала. Какие-то бацаножечки. Потрясающе вечерняя вещь, очень стильная. Так, знаете, держишь в руках ткань и чувствуется, что она такая дорогая, богатая. Следующая вещь это моя. Это футболка. Спереди короткая, а сзади она нереально длинная. Тоже покупалась она на вес. Это Miss Black Story, размер S. Симпатично смотрится тоже на лето. Знаете, когда одеваешь одну футболку и шорт, чего-то не хватает. А когда такой шлейф, смотрится потрясно. Следующая вещь это вот такой халат. Спереди он тоже идет короче, сзади длиннее. Ткань прозрачная. Плюс по бокам и на спинке расшита бисером. Я бы такой элемент гардероба накидывала бы на купальник. Знаете, когда вы в каком-нибудь там аквацентре, в каком-то крутом пляже, в какой-то купальник такой симпатичный черный, ну, чтобы довершить образ пляжный, я бы использовала. Мама говорит, что она будет носить в повседневной жизни. То есть, допустим, даже с джинсами, кинут на обычную майку базовую, черную, будет смотреться круто. Еще не догадались, что у меня мама коллекционирует шелковые вещи. Поэтому она купила, конечно же, когда нашла себе вот такое вот черное шелковое платье от Warehouse. Тут потрясающе красивые вот такие вот валаны на груди, которые переходят плавно в линию талии. Плюс здесь идет небольшой как запах, даже не так, как запах, как просто, я не знаю, как это правильно вам показать. Видите, как полоса вот такая вот. По низу тоже здесь представлены рюшики. Оно идет с подкладкой и тоже смотрится, в принципе, и как вечерний вариант, и как по всему. В завершении хочу вам сказать, что я еще купила три одинаковые базовые белые футболки в идеальном состоянии. И они мне нужны для переделки. Меня посетила гениальная идея, хочу поскорее воплотить в жизнь. И когда я нашла три футболки, то я не стала задумываться, там сразу все схватила и понесла. Напишите, какая вещь вам больше всего понравилась, какая не понравилась, чтобы вы купили. Если вы даже досмотрели это видео до конца, не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь ко мне в инстаграм, потому что там я ежедневно делаю посты, показываю лукбук, крепко обнимаю, виртуально целую. Пока-пока!